Здравствуйте, с вами я, Сейдрот. Добро пожаловать в мой мир, где все естественное сверхъестественно. Имеет ли враг законное право остановить ваше исцеление, помешать вашему общению с Богом и воспрепятствовать полной свободе от всевозможных зависимостей? От всех возможных зависимостей. Мой сегодняшний гость говорит, что да, это возможно. Именно это и произошло с ним. Существует ли сверхъестественное измерение? Сейдрот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы «Это сверхъестественное». Мой гость много лет служил Богу, но однажды у него была встреча, которая изменила его жизнь. Причем она изменила его жизнь просто феноменальным образом. С тех пор, как с ним произошел этот сверхъестественный прорыв, он изменил жизнь многих людей. Потому что, если честно, это необходимо каждому верующему. Билл, так что же такое грех кровных беззаконий? Сид, кровные беззакония — это на самом деле передача своей воли через поколения. Если вы посмотрите на корни слова «беззаконие», то увидите, что оно родственно слову «своеволие». А, это антоним «Божьей воли». Так и есть. Беззаконие вошло в человеческую кровь в Эдемском саду и находится там и по сей день. То есть, дорогие телезрители, вы можете жить с этой проблемой всю жизнь. Но, во-первых, запомните, все произошло не по вашей вине. Это перешло к вам, от вашего предка, чье имя вы даже не знаете, и вы не знаете, что он тогда натворил, но вы хоть и являетесь верующим уже долгое время, до сих пор страдаете от этой проблемы. Вы знаете, что можете скрывать это от других, но сегодня Билл расскажет нам о том, как Бог открыл ему эту истину. Послушайте, когда вы узнаете, что бывает, когда Бог являет вам этот удивительный, сверхъестественный дар, который есть у каждого верующего, вы удивитесь. Причем это касается не только того, о чем нам расскажет Билл. Это касается всего. То есть, действительно всего, с чем вы имеете дело в своей жизни. Билл, а в своей жизни вы встретили множество людей, у которых были проблемы с гневом. И у вас тоже была проблема с гневом, когда вы были ребенком. В чем это выражалось? Моя мама рассказывала мне, что когда я был еще совсем малышом, со мной бывало такое, что я порой начинал сильно злиться. Я опускался на четвереньки и начинал биться головой о пол, пока у меня на лбу не появлялся синяк. Разумеется, это было совсем неестественное или нормальное поведение для малыша. Так вот, судя по всему, когда я стал старше, это прошло, но у меня все еще оставалась очень серьезная проблема с управлением гневом. Меня было очень легко вывести из себя. Причем я не просто злился на всякие мелочи. Мой гнев тогда в буквальном смысле был подобен ядерному взрыву. Он взрывал меня изнутри. Да, так было. В это сложно поверить, хотя я знаю вас и не очень хорошо, но вчера мы с вами хорошо пообщались. Вы совсем не похожи на того человека, каким вы себя описали. Все беззаконие исчезло. Когда я родился свыше в 1977 году, этот гнев не покинул меня. Отчасти грехов, которые были за мной, мне удалось полностью избавиться. У меня был настоящий роман с табаком. Я его и ел, и курил, и жевал. Я любил табак, но сверхъестественным образом избавился от этой зависимости. Также мне удалось сверхъестественно избавиться от алкогольной зависимости. В тот момент, когда я родился свыше, в 22 года я был уже практически алкоголик. Но вот гнев все не покидал меня. После того, как я родился свыше, он также сильно овладевал мной, как и прежде. В 82 году я женился, и моя жена стала главной жертвой моего взрывного характера. Первые пять лет нашего брака были совсем не сахар. Я понял, что если я не научусь контролировать свой гнев, я разрушу свой брак. Поэтому я обратился к Богу. Я попросил его помочь мне в этом, и он начал учить меня, как контролировать гнев при помощи веры, но я все не мог избавиться от своего гнева. Пока я жил по Слову Божьему, был силен в своей вере и не отказывался от нее, я мог держать себя в руках и не давать своему гневу разгореться. Но если мне вдруг не хватало терпения жить по Слову, или я уставал, то все начиналось заново. И очевидно, это... Вот вы стали служить Богу, ведь так? Да, я служил Ему. Все эти годы вы верили в Бога, да? Но никак не могли справиться с гневом. Так и было. Как вы думаете, почему так все было? В чем вообще причина этого? У меня возникали всевозможные мысли по этому поводу. Я думал, может быть, с мною овладел дьявол или что-то в этом роде. Я не знал, почему так со мной происходило. Тогда я был готов получить спасение любым способом, лишь бы освободиться от гнева. Но... Но вам все! Не удавалось обрести то, что большинство христиан называют спасением? Нет, потому что виной всему был не дух. Дух всего лишь использовал в своих интересах беззаконие, и это наделяло его законным правом на это. То есть все было по закону. Да, все было по закону. Вы ничего плохого не делали. Нет, это была не моя вина. Беззаконие было у меня в крови. Оно было у меня в роду и перешло ко мне от матери и отца. Они оба росли в семьях, где было много гнева. Я не знаю, как глубоко все это вошло в меня, но у моего гнева были достаточно сильные корни. Я не мог выкорчевать их своей верой и избавиться от них самостоятельно. Но как же вам удалось это преодолеть? Я узнал о Небесном суде в 2017 году. Да, это было именно тогда. Я начал практиковать... А что ж, Небесный суд. Мы беседовали со многими людьми, которые проповедовали об этом. Это не означает, что Дух переносит вас на небеса. Это касается откровения Слова Божьего, где говорится, что вы можете быть в двух местах одновременно. Например, я сейчас здесь, в студии, и в это же самое время я сижу одесную от Бога Отца и Мессии. Основываясь на откровении Слова Божьего, я могу попасть на небеса в любое время, когда захочу, потому что я уже там. Знаю ли я это или нет? Можете продолжать, Билл. Мы можем легко прийти к престолу благодати. Все это происходит в Царстве Духов, в которое мы можем попасть по вере. Да, вы правы, мы сейчас также пребываем и в Царстве Духов. Как-то ко мне обратился Господь. Это было летом 2017 года. Он сказал, «Я хочу, чтобы ты представил свой гнев перед моим судом. Святой Дух помог мне помолиться». Это была простая молитва о покаянии, но вот что я сказал тогда. «Господь, я раскаиваюсь в родовом беззаконии гнева, которое у меня в крови. Я не знаю, как наш род его получил. Я не знаю, кто в моем роду совершил первый грех гнева, но я раскаиваюсь в этом. Я прошу, чтобы кровь Иисуса омыла и очистила меня от этой ужасной привычки впадать в гнев, который я не могу контролировать. Я думаю, это заняло у меня максимум 10-15 минут. Я был со Святым Духом на так называемом Небесном Суде. И после этого я почувствовал перемену. Это было словно с моих плеч сняли груз, который мне было так тяжело нести. Но примерно через две недели мне довелось поужинать с моим сыном, который в два года вел себя так же, как и я когда-то в детстве. И вот, и так, кровное беззаконие перешло сначала к Биллу, а от него к его сыну. Это передается по наследству. Так оно и было. Но, разумеется, я не учил его вставать на четвереньки и биться головой о пол. Когда вы увидели, как он это делает, вы узнали в этом себя? Дело в том, что рядом со мной и моей женой Лори стояла моя мама. И она сказала, «Ты тоже так делал». Никто его этому не учил. Это передалось ему через кровное беззаконие. Я знал, что у моего сына тоже была такая проблема, потому что я видел его припадки гнева в детстве, но я не знал, что он все еще страдал от этого и в 20 с лишним лет. В тот вечер мы с ним ужинали. Это было где-то через две недели после моего освобождения от гнева. И вдруг Господь сказал мне, «Расскажи Гранту, что ты сделал с гневом на небесном суде». Я все рассказал ему, а он сидел там и слушал меня. И когда я закончил, он спросил меня, «Папа, а когда это было?» Я ответил, «Это было где-то, ну, две недели тому назад». И тогда он сказал, «Хм, интересные дела. Я как раз уже где-то две недели не просыпаюсь злым на весь мир. Это было именно в этот период». С ним такое было? Он злился еще до того, как просыпался. Все дело в беззаконии. Если вы не остановите его однажды, оно станет сильнее и еще более глубоко укоренится в вашем роду. Именно это и происходило с ним. В то утро он почувствовал перемену, и с тех пор он перестал просыпаться злым на весь мир. Я описываю свое прежнее состояние так. «Я начинал злиться и никак не мог найти педаль тормоза. Но теперь я ее нахожу. В этом вся разница». Мне вот что интересно. Это касается вашего сына. Молились ли вы из-за его освобождения, когда вы молились за себя? Расскажите. «Я ничего не говорил о нем на небесном суде. Его там не было». «Да, его там не было». Воистину мы служим благому Богу. И вот что я вам скажу. Слава нашему Господу. Я хочу, чтобы вы это поняли и поняли это хорошо. Возможно, не ваше неверие блокирует исцеление и многие другие ваши молитвы. Это может быть тайна, беззаконие. Большинство из нас даже не знает об этой тайне. Я думаю, именно поэтому в Библии это и называется тайной. Об этом вы узнаете после паузы, так что никуда не уходите. Это сверхъестественно. Билл, так в чем же заключается тайна беззакония? Во втором послании к Фессалоникице можно прочесть слова о тайне беззакония. Слово «тайна» в данном контексте означает, что что-то было скрыто или спрятано. Это слово довольно часто встречается в Новом Завете, даже тогда, когда речь идет о тайне искупления до того, как она была явлена после воскресения Христа. Но в этом случае дьявол пытается скрыть беззаконие, чтобы сохранить законные права, которые оно ему предоставляет. В Новом Завете есть три особых стиха, которые говорят нам, что нам нужно омывать и очищать себя. О нашем духе позаботились, когда мы родились свыше. Это Бог очистил наш дух. Сами мы не можем этого сделать. Но вы должны обновить свой разум, а затем вы должны позаботиться о том, что находится в вашем цели, о страстях плоти, потому что ваше тело в Новом Завете называется испорченным и оскверненным ни много, ни мало. Осквернение — это то, что заключено в нашей истории крови. То, о чем мы совсем не подозревали. Это то, что разжигает такое поведение. И людям после рождения свыше тяжело с этим жить, потому что они способны контролировать свое поведение. Это касается людей, которые зависят от таких вещей, как порнография, девиантное сексуальное поведение, алкоголизм, табакокурение, наркомания. Кстати, о табакокурении я уже говорил выше, я был одержим этим. И многие другие вещи подпадают под этот список. А еще вы учите тому, что молитвой можно улучшить даже состояние здоровья. Вы молились о нормализации высокого давления, когда не помогало даже лекарство. У вас ведь в то время было высокое кровяное давление. Я прав? Да, Сид, так оно и было. Расскажите об этом. Это было не так давно, Сид, а именно в начале этого года. У меня поднялось давление и никак не опускалось. Вообще, это началось в воскресенье утром, когда я собирался отправиться в церковь для того, чтобы проповедовать. Но я взял себя в руки и все равно пошел и провел проповедь. Когда я вернулся домой из церкви, мое давление было примерно 160 на 110 с хвостиком. Это довольно опасные цифры. И так продолжалось всю ночь напролет. С вечера воскресенья до утра понедельника Лори молилась за меня. Она молилась за меня и мерила мне давление каждые полчаса, потому что... А Лори, это ваша жена, да? Да. Потому что, если бы оно стало совсем высоким, нам бы пришлось поехать в больницу. Но в понедельник утром к нам пришел наш зять Келси. Господь послал ему пару стихов из Писания, которыми он поделился со мной. Там говорилось о нескольких важных вещах, которые мне нужно было знать. Но затем мы решили снова отправиться на Небесный суд. Мы попали туда нашей верой. Мы ничего не чувствовали и ничего не слышали. Мы просто верой попали туда. Там я спросил совета у Господа, ибо он праведный судья. Я сказал, я не знаю, в чем дело, но у меня есть ощущение, что это не просто болезнь. Я думаю, это связано с беззаконием. Я услышал в ответ всего одно слово розенкрейцерство. От этого учения образовались многие тайные общества, такие как масоны и другие подобные общества. Тогда я понял, что это сокрыто в моей крови. И мне нужно раскаяться в этом, что я и сделал. И сразу после того, как я раскаялся в этом, я почувствовал сильную усталость, потому что я не спал прошлой ночью. Очень много. Вы очень волновались. У меня совсем не было сил. Поэтому я сказал Лори и Келси, наверное, я пойду вздремну. Так я и сделал. Прежде чем я пошел вздремнуться, мое давление было 140 на 114. Я проспал два часа очень крепким сном. Я не принимал никаких лекарств, не ходил к врачу. Я просто вздремнул после того, как мы посетили Небесный суд и избавились от этого беззакония. Когда я проснулся, мое давление было 120 на 80. И примерно через неделю или около того мое давление снова начало повышаться. Кстати, многие люди обретают законное исцеление. И дьявол часто хочет провериться, вернется ли к ним их болезнь, потому что это единственная сила, которая есть у дьявола. Он лжец. Запомните. Точно? Именно это и произошло в тот день. Дьявол зашел за угол, а потом вернулся к Биллу обратно. Так что же произошло? Я знал, где дьявол совершил ошибку, где он, скажем так, прокололся. Ему всегда до всего есть дело. Да, я знал, что меня освободили от беззакония, которое давало ему законное право делать то, что он сделал. Так что же вы сделали? Я просто вышел на поле битвы и сказал ему, у тебя больше нет законного права это делать. Во имя Иисуса ты прямо сейчас уберешь свои грязные руки от моего тела и от моей души. Вот так просто. Да, и через пару часов мое давление нормализовалось раз и навсегда. но если бы вы приняли этот ложный симптом за настоящий, вы бы страдали от этого и сейчас. О, да. Для большинства людей это и есть корень всех проблем. Да, дьявол приходит к вам и говорит, ничего не сработало, но тогда все сработало, и я знал это и не принял эту ложь. Я обошел его, и с тех пор у меня больше не поднималось давление. Билл, вы учите вещам, которые известны очень немногим. То, о чем сейчас рассказал нам Билл, большинство из вас не знали. Но сейчас я скажу вам нечто, что наверняка не знает никто из вас. Какие бы проблемы не несло с собой кровное беззаконие, будь то болезни, проблемы в браке, финансовые проблемы или же просто бессонница, то есть все возможные проблемы, которые есть у вас сейчас, знали ли вы, что оно может пропустить одно поколение? То есть если ваш отец алкоголик, а вы нет, вы думаете, мой род свободен от этого, мои дети не будут алкоголиками? Билл, а что вы на это скажете нам? Кровное беззаконие может пропустить одно или несколько поколений, потому что это один из принципов тайны беззакония. Иногда оно может нарушить шаблон, чтобы заставить вас думать, что это не такая уж и серьезная проблема. то есть вы должны осознавать тот факт, что если это было у ваших родителей, у ваших бабушек и прадедушек, если уж вам посчастливилось их увидеть, то и у ваших прадедушек и прабабушек, а также у ваших братьев и сестер, то вы можете проанализировать, как жили ваши родственники, которых вы знаете или знали лично и уяснить для себя природу беззаконий в вашей семье. У вас есть право пойти в небесный суд, покаяться перед ним, увидеть силу крови Агнса, очиститься ею для вашей жизни. Вчера вы приняли причастие на нашем молитвенном собрании, которое мы проводим для наших сотрудников. И у вас произошло откровение, которое, как я знаю, было правдой, ведь я тоже ощутил его. Когда вы привели нас к причастию, вы сказали, что на небесах нет категории времени. И рассказали, что нам принесло распятие. Я помню, как сейчас, как вы это объясняли во время причастия. Повторите, пожалуйста, это для наших зрителей. Да, именно так. Мы живем в мире, где всем руководит время. Но когда вы рождаетесь свыше, ваш дух фактически начинает жить во вневременном пространстве. Ваша оболочка постепенно увядает, а ваш дух обновляется день ото дня. Это происходит благодаря Святому Духу, пребывающему в вас. На небесах же нет понятия времени, а не вечным. Там нет прошлого и нет будущего, там все происходит сейчас. То есть распятие на Голгофе никогда не отойдет в прошлое на небесах. Там имеет место постоянное осознание того, что сделал Иисус своей смертью, погребением и воскресением. И теперь Он сидит Одесную от Отца. Теперь Он наш первосвященник. Другое дело, что кровь, которую Он пролил на кресте, находится в небесной святой святых, как это сказано в послании к евреям. Эти слова актуальны сегодня. Они сказаны для нас. Иисус умер, чтобы у нас был на небесном суде, мы должны будем согласиться со свидетельством о том, что кровь Иисуса это абсолютно одна из самых могущественных вещей, с которыми вы когда-либо сталкивались. Я хочу, чтобы вы подумали о том, что рассказал нам Билл. Многие из тех, кто смотрит нас сейчас, сделали Иисуса своим Спасителем, но сделали ли вы Его своим Господом? Смотрите в следующем выпуске. Здравствуйте, я доктор Сэнди Калкин. Смотрите следующий выпуск программы «Это сверхъестественно», где я поделюсь с вами тем, как вам осознать вашу сверхъестественную судьбу. Сэнди 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 «Песка в море». Он сказал, если родители откажутся от вас, Он всегда вас примет. Даже если ваша мать забудет о вас, Он никогда вас не забудет. Он будет для вас настоящим отцом. Он избрал вас, чтобы вы были частью Его семьи. Он обещает, что вы можете положиться на Его любовь к вам. Его любовь совершенно. Он никогда вас не покинет. А если вы приблизитесь к Нему, Он обещает, что приблизится к вам. Мы хотели бы больше рассказать вам о Нем. Пройдите по ссылке, и вы получите бесплатную купю книги «Они подумали о себе». Заходите на наш сайт уже сегодня. У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. Теперь доступно для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров. Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах. Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога. Присоединяйтесь к нам. Выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов. Загрузите приложение бесплатно. Всего за последние 20 лет мы обнаружили более тысячи планет за пределами нашей Солнечной системы. В пределах одного только Млечного пути есть сотни миллиардов звезд, а в обозримой Вселенной можно насчитать порядка сотни миллиардов галактик. Звезд в космосе больше, чем песчинок на всех вместе взятых побережьях Земли. Каждую секунду появляется еще около 48 новых звезд, а в мозге человека насчитывается порядка 86 миллиардов нейронов. Если вы соедините все ячейки ДНК в вашем теле в одну цепочку, ее длина составит около 55 миллиардов километров. Это расстояние сопоставимо с расстоянием до Плутона и обратно, помноженным на 6. А если составить цепочку из клеток крови обычного человека, ее длина составит порядка 100 тысяч километров. Столько километров вы пройдете, если обойдете Землю два с половиной раза. Скорость, с которой нейронные импульсы идут от мозга, составляет 400 километров в час. Такую скорость не развивают даже гоночные автомобили. Если бы мозг был компьютером, он бы выполнял 48 тысяч триллионов операций в секунду. Сейчас самые современные суперкомпьютеры имеют показатели, равные двум тысячным процента от этой скорости. Мы хотим предложить вам одну хорошую книгу, которая поможет вам ответить на многие вопросы. Продолжение следует...